Привет, мои любимые зрители! Мы отвечаем на вопросы. Рубрика вопрос-ответ тренеру по бодибилдингу, по питанию, по здоровому образу жизни. Вопросы задаются ВКонтакте, в моей группе, которую несложно найти, достаточно набрать в поиске методика Юрия Спаса-Крукотского. Вы попадете в мою группу, и в моей группе есть тем, ответы на вопросы посетителей группы от тренера на конкурсной основе. Это означает, что на все вопросы, конечно, физически ответить я не смогу, но на многие, на многие отвечу, если не заданы правильные, грамотно составленные, не слишком большие, не из ста подвопросов, и, конечно, если не повторяются заданные недавно вопросы один в один. Итак, Иван Артамошкин, здравствуйте, Юрий! Возник такой вопрос. Какие стоит делать упражнения, чтобы на русской шла максимально на внутреннюю часть груди? Занимаюсь только дома. И на турнике во дворе. Ходить в зал возможности нет. Большое спасибо. Иван Артамошкин. Я только одно упражнение могу сейчас вам предложить. Это, конечно же, разводка, лежа на спине, на полу, на коврике с гантелями, но, чтобы эта разводка начала включать внутреннюю часть груди, нужен напарник. Кто-то должен поставить руки. Вы сводите руки, и вот тут вы в этой фазе упираетесь в руки напарника, и он вам мешает, плавненько сопротивляется, и вы сводите до конца. И вот в этой фазе движение будет напоминать кроссовер. Вы превратите разводку из обычной для внешней части груди в разводку, которая также прорабатывает и внутреннюю часть груди. Миша Бейнарович спрашивает. Здравствуйте, Юрий, у меня к вам вопрос. При подъеме штанги на бицепс с прямым грифом болят кисти в области предплечья. Не опасно ли это? Миша Бейнарович, это опасно. Если вы будете продолжать, будет воспаляться дальше, боль будет усиливаться. Чем дальше запустите, тем сложнее вылечить. Какие способы поменяются, чтобы решить проблему? Изогнутый гриф, сгибание рукствой с гантелями, супинация, и, конечно же, отдых. Дайте своим кистям восстановиться, отдохнуть, потом продолжайте тренировки на бицепс. Николай Дергачев, Юрий, добрый день. У меня довольно худощавое телосложение, но больше всего меня раздражает отсутствие массы между лопаток. Там нет ни жира, ни мышц. И поэтому, смотря на себя в зеркало сбоку, уж слишком плоским я себя вижу. Посоветуйте упражнение, чтобы исправить это. Спасибо. Спасибо, Николай. Я думаю, вы свою проблему воспринимаете не совсем адекватно, но, безусловно, тяги широким хватом со сведением лопаток позволят вам поработать именно область между лопатками. Также хорошо помогают шраги, лёжа на животе, на наклонной скамье с тяжёлыми гантелями. Сверли лопаточки голову назад, подержали, почувствовали сокращение мышц между лопатками. Отпустили. Работаем с весами, постепенно их наращиваем. Хорошо питаемся, мышцы появляются там, где их не было. Чудо. То же самое у меня произошло. Не было плеч, появились. Фантастика. Человек-волшебник. Майкл Лечби спрашивает. Юрий, какие упражнения выполнять для внутренней части бедра? Необычный вопрос задал мужчина. Приседания развили лишь наружную часть бедра. Обычно так и делается. Пробовал ширину стана менять, видимо, постановку ног. Имел в виду Майкл. Не дала результат. Интересуют упражнения для ребёнчатой и длинной приводящей мышцы. Спасибо за внимание. Тут же сразу анатомический атлас предложил Майкл, чтобы я мог узнать, где эти мышцы находятся. То есть он сразу обучает тренера, какие мышцы он хочет прокачать. Майкл, смотрите. Вы, видимо, мало работали и недостаточно нарастили веса при приседаниях и жимах ногами широкой постановкой ног. Потому что обязательно бы это дало вам результат. И постепенно внутренняя часть бедра бы увеличилась. Также попробуйте сведение ног к специальному тренажёру, тоже наращивая веса. Максим Бро спрашивает. Юрий, скажите что-то о суперсетах. Плюсы, минусы. Как часто делать? Как самому составлять суперсеты и круговые тренировки? Спасибо. Бро, понимаешь? Дело в том, что в суперсетах плюсов для наращивания массы я вообще не вижу. Именно поэтому моя методика не содержит суперсеты. В период тренировки на сушку, проведя силовую часть тренировки как минимум 30 минут, можно ещё посушиться, применить круговую тренировку, многоповторочкой, конечно, суперсеты. Составлять их можно как угодно. Сделал бицепс, сразу без отдыха, сделал трицепс. Сделал грудь, сразу без отдыха, сделал спину, у тебя суперсеты для антагонистов. Можно грудь, грудь, трицепс, трицепс, бицепс, бицепс тоже можно. Никаких проблем. Даляем любые упражнения, интенсивно тренируемся и получаем массу удовольствия. Основной принцип суперсета – маленький перерыв между подходами. А можно делать и 6 повторений, и 12 повторений, и 20, и 30 секунд отдыхать между подходами. Это, в принципе, суперсет. И вообще не отдыхать. Но, конечно, если вы будете отдыхать больше минут, это уже не суперсет. Андрей Плотников. Здравствуйте, Юрий. У меня к вам вопрос по поводу тренировки груди. Скажите, пожалуйста, стоит ли вообще отказаться от жима штанги лежа на горизонтальной скамье в пользу наклонной? Или стоит выполнять оба эти упражнения? Я считаю, что надо выполнять и жим штанги лежа на горизонтальной скамье, и жим штанги лежа на наклонной скамье. И выполнять оба этих упражнения в безопасной, оптимальной амплитуде движения, сгибая руки под углом до 90 градусов, но не касаясь штангой груди или шеи. Тогда вы разовьете грудь и сохраните здоровье своих плечевых суставов. Рома Гримайло спрашивает меня. Здравствуйте, Юрий. На сайте Бицепс, это мой сайт, нашел примерно 100 видео. Остальные 500 где? Я их не могу найти. Дайте ссылку, где можно посмотреть видео на сайте Бицепс. Рома Гримайло. У меня есть более 600 видео в свободном доступе. Из них находится около 500. На сайте Бицепс есть кнопочка youtube.com Вы нажимаете на эту кнопочку, попадаете на мой канал, и там в свободном просмотре есть около 500 видео. Вы также можете зайти в раздел премиум видео на сайте Бицепс оплатить, и вам будет более удобно, чем на Ютубе, предоставлен раздел со всеми видео. Видео в том числе, которых нет в свободном доступе на Ютубе. То есть вариантов достаточно много. Как видите, 80% видео в свободном, бесплатном доступе. Добрый день, Юрий. Вопрос по поводу разводок гантелей. Я хожу в зал, занимаюсь пенсерпет, то есть понедельник и пятница, я так понимаю, и вот когда тренер настаивает на выполнении негативных повторений, а он всегда настаивает, что мне делать? Он заставляет, чтобы я поднимал гантели, задерживал их в верхней точке на секунду или даже на две и опускал медленно. Но я об этом снял специальный фильм. Как не накачать плечи? Если вы хотите не накачать плечи, слушайтесь вашего тренера, слушайтесь вообще всех, и у вас ничего не будет расти. Если вы хотите, чтобы у вас точно нарастились плечи, накачались и набухали, смотрите на меня, у меня не было плеч, они появились. Посмотрите мой фильм, как накачать плечи, 49 минут он идет. Не зря же я его снимал, у вас есть бесплатная подробная инструкция, что еще вам рассказывать. Посмотрите фильм, не поленитесь, и вы все узнаете, и плечи вырастут. Антон Насреддинов спрашивает, привет, нужно ли ждать полного восстановления мышц, прежде чем тренироваться снова? Нет, Антон, после жима штанги лежа 200 килограмм, ученые провели исследование, мышцы восстанавливаются полностью 17 суток. Но, глупо ждать 17 суток, нужно тренироваться уже и раньше, вы сможете тренировать, Антон, другие мышцы. Кроме того, вы можете тренировать эти же мышцы, но с меньшими весами. Поэтому я считаю, что один раз в неделю для начинающих достаточно тренировать мышцы с максимальной отдачей. И можно при желании, если вы хотите дополнительно развить какую-то группу мышц, еще один раз в неделю с умеренной нагрузкой и прокачивать. А можно просто один раз в неделю до отказа и неделю полного восстановления. Добрый день, Юрий, спрашивает Артем Герасимов. В одном из ваших видео вы говорили, что опытному спортсмену нужно уменьшать количество подходов, и мышцы будут расти еще сильнее. Каким образом организм опытного спортсмена, к примеру, воспринимает 100 килограмм, так же, как организм начинающего 30? Артем Герасимов, ваш вопрос относится к группе вопросов, которые трудно понять. Я так понимаю, вас интересует, каким образом работает механизм роста мышц, и каким образом на научном уровне воспринимается тот или иной вес каждой мышечной клетки. Не задумывайтесь об этом, Артем. Главное, что это работает на практике. Эта рубрика предназначена для ответа на простые вопросы. Поэтому я вам отвечу проще. Количество сетов на тренировке должно регулироваться временем тренировки. Если вы не вкладываетесь в один час, сокращайте количество сетов и упражнений, и результат будет расти. Мишуга Косяк спрашивает. Добрый день, Юрий. Скажите, чем можно заменить жим лежа? Становый терпы и приседания. Сразу все решил заменить. Всю классику. Надоело. Решил уйти в современный вариант. Например, так. Жим лежа заменить отжиманием на брусьях с весом. Приседания со штангой заменить жимом ногами. Становую тягу заменить подтягиваниями широким хватом с дополнительным весом. Видите, вы на 66% ответили правильно. Действительно, жим лежа заменяют отжимания на брусьях. Приседания действительно заменяют отжимы ногами. Но становую тягу не заменяют подтягиваниями широким хватом. Потому что это разные группы мышц. Широчайшие мышцы спины и длинные мышцы спины. Поэтому тут вы ошиблись. Возьмите, замените становую тягу на мертвую тягу. Гиперэкстензию с дополнительным весом. А широчайшие мышцы спины тренировать вам или нет, это решать вам. Но я бы тренировал. Александр Исаев спрашивает. Здравствуйте, Юрий. Хотел задать вопрос насчет детского питания. Можно ли оно быть в каком-то роде заменой протеину? Или все-таки лучше пить протеин? Я считаю, что в каком-то роде детское питание может быть лучшей альтернативой к гейнеру. Когда-то я в качестве гейнера использовал детское питание и нарастил себе руки за месяц на 4 сантиметра в объеме. Это правда. Я делал большие, увеличивал веса на бицепс и пил детское питание. Это работало. Хотя, конечно, бывали проблемы с пищеврением. Но от гейнера эти проблемы могут быть не меньше. Поэтому, в принципе, поймите, что гейнер, детское питание – это очень похожие вещи. Но протеин – это 80% белка как минимум. Поэтому заменять его детским питанием нельзя. Это невозможно. Андрей Музалев. Добрый день, Юрий. Прежде всего, хочу выразить благодарность за ваш труд, за вашу методику, за то, что вы помогаете людям вести здоровый образ жизни, иметь красивое тело, совершенствоваться, чтобы вы посоветовали при травме локтей. И на какие группы мышц можно выполнять упражнения в таком случае, чтобы нагрузка на локти была небольшая? К примеру, махи с гантелями, либо упражнения на бицепс являются опасными. Понимаете, Андрей, существует индивидуальный подход. Прежде всего, советую бы исключить упражнения на трицепс, если у вас травма локтей. Но локти могут у одного человека очень сильно грузиться при работе, например, над спиной. У другого – при работе в жиме лёжа, в каких-то жимах для груди. То есть, вы должны чувствовать, убрать все упражнения, которые вызывают у вас боль. А так, нам в скидочку посоветую брать французский жим лёжа. Кстати, при разводках стерзовым весом тоже может травмироваться локоть. Поэтому пройдите все ваши упражнения, почувствуйте, в каких боли нет вообще. И только ими тренируйтесь, пока локти полностью не восстановятся. И всё будет хорошо. А теперь, друзья, мы сделаем маленький тайм-аут. Потому что один выпуск длиной 40 минут – это очень долго. Спасибо, друзья! Спасибо. 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 Спасибо.